МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Зеленоглазое такси". В муниципалитете обсудили, соблюдают ли в Армавире новый закон. Безопасные дороги. Инспекторы призывают горожан неукоснительно соблюдать правила. Кремлевская елка. В составе краевой делегации в Москву отправится Даша Яковлева. Здравствуйте. В студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Очередной выездной прием граждан провел глава Армавира Андрей Харченко. Вместе со своими заместителями и руководителями структурных подразделений мэрии городоначальник ответил на вопросы жителей района завода Пластформ. Каждую пятницу свой рабочий день глава традиционно начинает с приема граждан по личным вопросам. Но, как показывает практика, вопросы зачастую имеют не только личный характер. Мария Петровна Мальцева пожаловалась градоначальнику на некачественный ремонт в их пятиэтажке. По поручению городского главы недочеты строителей должны устранить в уже обозначенные им сроки. Письмо было направлено ему с пятизамечаниями. Они все подтверждают, выходные комиссионные и направления. Что вам нужно, чтобы это все доделали? Ну, Андрей, давайте, ну, я не знаю, давайте, может, до 1 февраля. Есть проблемы после выполнения работы. Мы их обозначили. Вы правильно не говорите. Определили срок. Это будут делать. Леонора Балушкина просит главу города оказать юридическую помощь в написании искового заявления в суд на соседа, который проводил ремонт и повредил электропровод. Теперь в ее квартире работают не все розетки и выключатели. В частичном, в квартире отсутствует свет в некоторых комнатах. Во всех комнатах и кухне. И ни одна электропроводка не работала. Пал не менял. А надо иск заявления написать? Это надо адвоката. Зачем? Чтобы он написал иск. Они в суд так, типа, не принимают. Мы вам напишем. Хорошо. Поможем. Помогите, пожалуйста. 10 человек пришли пятничным утром на прием к армавирскому градоначальнику. Одни просили решить личный вопрос, другие беспокоились за целую улицу. Прием длился более двух часов. Каждый вопрос рассматривали тщательно. Глава подчеркнул, что подобные встречи позволяют не только решать конкретные проблемы, но и держать руку на пульсе, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Александр Ефанов, Артур Корджанян. Специально для телеканала РЕН-ТВ Армавир. Закон о такси пока пробуксовывает. К такому выводу пришел глава города Андрей Харченко, изучив ситуацию на армавирских дорогах. Изменения вступили в силу еще осенью прошлого года, и у перевозчиков было время для перестройки своей работы. Но официальная статистика показала, что многие компании хитрят, и их деятельность не соответствует стандартам. Как будут вычислять нарушителей и бороться с ними, знает Ольга Чухонцева. Совещание с представителями городских служб такси планировалось давно, но поводом для того, чтобы ускорить процесс, послужил сюжет, который вышел на нашем канале в программе «Новости 24». В редакцию обратились руководители фирм, которые занимаются перевозками. Они рассказали, что потратились на реорганизацию своего бизнеса, поэтому увеличили цены, и теперь конкурировать с коллегами-нелегалами вдвойне сложно. Реакция последовала незамедлительно, но не совсем такая, на которую перевозчики рассчитывали. Бороться с теми, у кого есть принадлежности к профессии, только шашечки обязательно будут. Но нарушения есть во всех фирмах, в том числе крупных и легальных. Сегодня многие таксисты, у нас это уже стало модной модой, нарушая правила дорожного движения. Культуры никакой нет. Сегодня там, где нет такси, там надо ждать, наверное, в 50% случаев, надо ждать какой-нибудь проблемы, которая может за этим последовать. Когда вот говорят некоторые руководители под камеру, что у нас есть нелегалы, давайте бороться с нелегалами. Я хочу всем сказать, я каждого из вас уважаю как руководителя, вы, наверное, хорошие специалисты. Но сегодня я констатирую факт, что все присутствующие здесь и все организации, которые работают в городе Янновире, все являются нелегалами. Потому что каждый из вас, все, что я озвучил, пытается нарушить. Кто-то это делает в меньшей степени, кто-то делает это в большей степени. Но сегодня пока у нас правила игры односторонние. В доказательство своих слов Андрей Харченко привел официальную статистику. В Армавире зарегистрировано 18 фирм такси. На всех 244 машины и всего 206 работников. Если учесть, что один и тот же водитель не может быть за рулем круглые сутки, то выходит, их должно быть никак не меньше, а в два раза больше, чем автомобилей. В реальности так, скорее всего, и есть, но только труженики по закону не оформлены. А это значит, что и городской бюджет недосчитается налогов. Своей составляющей налоговой несостоятельной. Не можем сегодня выполнять обязательства. Мы ходим сегодня, а край за нас решает наши вопросы. А мы внутри себя не решаем свои вопросы. Много уголосоставляющих. Это в корне неправильно. И, поверьте, мы с вами это будем вместе поправлять. Однако главное даже не финансовые вопросы, а безопасность пассажиров. На дорогах города аварии с участием водителей такси случаются очень часто. В подобных ДТП с начала года пострадали 4 человека, а все из-за многочисленных нарушений. Один из бичей явных таких нарушений при перевозке – путевые листы, выданные на сутки. Например, Успенский район. Водитель. Явно не выпускал никто его на линию. Таксист. Везет женщину. Рано утром. Зрение плохое. То есть он теоретически даже не должен был быть выпущен на линию. Врезается в КАМАЗ впереди идущий. Убивает женщину самым погибаемым. Все транспортные средства зарегистрированы на частные лица. Все транспортные средства зарегистрированы на частные лица. Кроме, я не знаю, ВОГ-1, да? Юхавта. Остальные все на частные лица. Нет у никого ни инженеров по безопасности, нет у никого ни инженеров по труду. Вот отсюда все проблемы растут. В ближайшее время работники администрации и полицейские проведут совместные рейды. Их итоги озвучат на следующем совещании. Но ответ будут держать не только нерадивые таксисты, но и органы контроля, которые допускают, чтобы перевозчики нарушали закон. Ольга Чухонцева, Александр Патрахов, Евгений Халманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». К другим новостям. Утром 14 декабря в городе произошло более 10 аварий. Самое крупное ДТП зафиксировано в районе мясокомбината на перекрестке улиц Тургенева и Лавриненко. Грузовая «Газель» врезалась в маршрутку. К счастью, пассажиры и водитель живы. С подробностями Лариса Юровская. Искореженные машины, перевернутая маршрутка, у которой от удара оторвались газовые баллоны и посыпались стекла. Такая неприглядная картина осталась после ДТП. Главные очевидцы происшествия – пассажиры автобуса малой вместимости «Тройки». Пять человек отделались легким испугом, только один из пострадавших обратился за помощью в больницу. Это чудо, что все выжили. Чудом, а вернее буфером послужил автомобиль «Лада Калина». Хотя обо всем по порядку. Водитель грузовой «Газели», который двигался по второстепенной дороге улицы Тургенева со стороны поселка Мясокомбинат в сторону улицы Урицова, не уступил дорогу на пересечении с улицы Лавриненко, двигавшись по главной дороге маршрутному транспортному средству, в результате чего допустил столкновение с этой «Газелью». Затем водитель маршрутного транспортного средства, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», который стоял на перекрестке улицы Тургенева-Лавриненко, пропускал проезжающие машины. От удара маршрутка перевернулась на бок. Хотя подобной ситуации можно было избежать, и люди доехали бы по месту назначения вовремя. Невнимательность водителей – вот главная причина, по которой на перекрестке Тургенева-Лавриненко разыгралась автомобильная драма. «Моя дорога, мои правила», к сожалению, для некоторых девиз голливудских суперменов становится нормой. Вот только страдают от этого законопослушные водители и пассажиры. По данному ДТП ведется следствие. Лариса Юровская, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. И в продолжение темы. Зима – сезон сложных дорожных условий и время, когда водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать правила. Сотрудники Армавирской роты ДПС объявляют о декаде безопасности дорожного движения. В чем заключается это мероприятие, расскажет Влада Волошина. В зону обслуживания Армавирской роты ДПС входит территория нашего города, а также Новокубанский, Успенский и Отрадненский районы. И ситуация на дорогах здесь нерадостная. У нас произошло 413 ДТП, 69 водителей погибло и 496 почвы ранения. Значит, погибшим у нас достигнут снижения, но по количеству и по пострадавшим, плюс 22 ДТП, плюс 54 пострадавших. Цифра большая очень. В целях снижения аварийности на территории края и зоны обслуживания Армавирской роты объявлена декада безопасности дорожного движения. Она продлится с 10 по 20 декабря. В этот период запланировано проведение различных конкурсов по знанию правил, пропагандистских акций и профилактических бесед в образовательных учреждениях. К работе должны подключиться и учителя школ. У детей скоро начнутся каникулы, и они много времени будут проводить на улице. Очень велика тяжесть последствий ДТП с участием пешеходов. И с года в год эта позиция не меняется. То есть, примерно там от 30, от 25 до 40 процентов этих предъехов. Ну, две трети, одна третья происходит по вине и с участием пешеходов. Сотрудники Армавирской роты ДПС еще раз призывают пешеходов пересекать дорогу только по переходам, а водителей предоставлять им преимущество в движении. Не стоит забывать и об осторожности во время сложных погодных условий, чтобы не попасть в ситуацию, подобную той, которая недавно сложилась на трассе под Лобинском. Был сильный туман. Он не увидел, что проехал уже поворот на Виадук, который предусматривает переезд через Федеральный Дорок Кавказ. А как двигался прямо, так и выехал на Федеральный Дорок Кавказ, пересек одну полосу и врезался в ограждение, разделяющее транспортные потоки встречного управления. То есть в ограждение, в отбойнике металлические на месте погиб. С начала проведения декады безопасности дорожного движения сотрудниками Армавирской роты ДПС выявлено 525 нарушений правил. Из них за вождение в нетрезвом виде задержано 12 водителей. За выезд на полосу встречного движения 28, за превышение скорости 295. Будьте внимательны, берегите жизнь. В Армавире идет активное строительство спортивных площадок. Открываются залы для занятий физкультурой. Ну и горожан, выбирающих здоровый образ жизни, с каждым годом становится все больше. О чем еще рассказали армавирцы нашей съемочной группе, которая в этот раз дежурила в районе ЗАГСа, в нашей традиционной рубрике «Народ хочет знать». Первый снег, с которым горожане уже поздравили друг друга, настраивает на мысли о новогоднем празднике. Уходящий год для многих стал счастливым. Какие события армавирцам запомнились больше всего? У меня, наверное, очень хорошее лето получилось, потому что я поехала по всем местам, которые я хотела посетить, и везде побывала просто, где я давно не была. Поделитесь маршрутом? Ставрополь, Сочи. Просто давно очень не была и не видела своих родственников. Во-первых, сын закончил университет. Во-вторых, очень нравится до сегодняшнего дня зима. Побольше таких теплых деньков было, и чтобы у всех у людей было такое же хорошее настроение. У меня, наверное, много новых знакомств, а так, в принципе, не знаю даже. Год от года армавир хорошеет. Об этом часто можно услышать от горожан и тех, кто приезжает погостить. Памятники архитектуры, старинные здания, которые придают особый колорит нашему городу, необходимо взять под контроль, считают многие. Особенно важно обратить внимание на памятники. Один из них – это братская могила защитников города, расположенная в парке 30-летия Победы. Потому что это невозможно. Я всегда, я недалеко живу, я каждый раз хожу и ругаюсь. Мамы не понимают, дети катаются как с горки. И это ж обидно. Я маленькая была, я видела, как хоронили, как гробы клали. Все, я видела. И меня это очень беспокоит. В нашем городе каждый год открываются новые спортивные комплексы и площадки. Это хорошо, считают армавирцы, но хотелось бы еще. Мода на спорт с каждым годом приобретает все большую популярность. Самое главное в жизни, как говорится, здоровый образ жизни лучше вести, чем курить и пить. Я так считаю. Что в городе делается для развития спорта? Достаточно делать? Достаточно делается. Но если бы еще было больше, то мы бы не были против. Подвести итоги года, поговорить о политике и разных сферах жизни города, а также задать свой вопрос представителям власти, можно вместе со съемочной группой РЕН-ТВ «Армавир», которая продолжит свое дежурство в разных уголках города с понедельника по пятницу. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим темам. Попасть в Кремль на главную елку страны, которая традиционно собирает самых одаренных детей со всех уголков России, мечтают многие. Воспитанница музыкальной школы слепых и слабовидящих детей Дарья Яковлева даже не ожидала, что на ее долю выпадет такое счастье. В роли доброй феи выступило Министерство культуры, а бальное платье девочка выбирает вместе с мамой. Подробности в следующем сюжете. Даша Яковлева не скрывает своих эмоций. Стать лучшим из лучших для того, чтобы посетить главную елку страны – мечта многих. Попасть в их число и стать участником делегации Краснодарского края для армавирской школьницы почетно и приятно. Это, можно сказать, был шок, как-то неожиданно было, очень даже неожиданно было. Я сначала испугалась, думаю, как такое может быть, чтобы я, ну, вообще такое нереально, наверное. Играть на домре Даша начала с восьми лет. Через два года стала участницей летней творческой школы «Новые имена» в Суздале, где прошла стажировку на международных курсах ЮНЕСКО у профессора Круглова, личности, хорошо известной в мире музыки. Вот так шаг за шагом упорство и любовь к народной музыке сделали свое дело. Почевать на лаврах Даша не собирается и готовится поступать в музыкальное училище. Но для этого сначала надо закончить выпускной класс музыкальной школы. А пока она предвкушает фееричность Кремлевского бала, выбирает платье и прическу. После этого она участвовала в составе ансамбля домристов, тоже в Крым конкурсе, и там они заняли призовое место. После этого был международный конкурс в Анапе, поющей струне России. Это очень престижный конкурс, который возглавляет профессор Анатолий Винокур, известный не только у нас в Крайне, но и во всей России. И ансамблю посчастливилось занять первое место, они стали лауреатом. Кроме того, Даша, одна из нашего края, представляла Армавир на престижном конкурсе международном в Твери «Национальные инструменты народов мира». Надеемся, что поездка в Москву станет один из самых незабываемых впечатлений и подарит Даше вдохновение для новых музыкальных побед. Ладиса Юровская, Грая Рванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Приятная новость для водителей. Автосалон «Темп-Авто» предлагает зимнюю резину в подарок. Подробности акции вы узнаете по телефону 54747. Это была заключительная информация и теперь о погоде. Я передаю слово Ирине Рухлядко. Она уже в студии и готова познакомить нас с метеопрогнозом. Спасибо, Марина. Здравствуйте. Холода держится, ветер усиливается. Был бы снег, получилась бы настоящая метель, но пока лишь начало зимы и лютые морозы обходят нас стороной. Это и хорошо. Отвыкать от солнца и тепла будем постепенно. Сегодня утром 4 мороза, днем чуть теплее, всего лишь минус 2. Ветер восточный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Конечно, морозы не колоссальны, а вот с ветром не поспоришь. Так что, выходя на улицу, одевайтесь теплее. И обязательно зайдите в мебельный салон «Дельфин». Мебель из массива МДФ ламинированная. От производителя и по доступным ценам. Улица Советской Армии, 83. Телефоны 5, 79, 75 и 8, 928. 66, 34, 344. О погоде у меня все. Марина. Информация о синоптиках завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravito.info и на авторадио «Армавир». С вами была Марина Белова. Всего доброго. До встречи на канале РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова a.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин